Вот как рассказывал клиенту, так и вы сейчас увидите. Точно не меняли, отвечаю. Если вам продали фрикционный комплект с заменой, то это нахералово. Я приветствую всех зрителей нашего канала. С вами снова Александр, это сервис по ремонту автоматических коробок передач. А еще на этом канале я продолжаю знакомить вас с разными особенностями устройства, технического обслуживания, ремонта автоматических коробок передач. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за ваши комментарии к предыдущему ролику, который назывался Посиделки. Если интересно, кто еще не видел, кто первый раз зашел, посмотрите по ссылочке. Я оставлю ссылку в подписи к этому видео, а также кликните на ссылочку в углу экрана. Сегодня тоже будут комментарии. Сегодня ролик не ролик. Это будет, пожалуй, слайд-шоу. Посвящено комментариям по поводу того, что мы увидели, когда посмотрели на ремонт, предыдущий ремонт автоматической коробки передач. Я покажу вам, как мы взяли на ремонт автомобиль BMW GT с 8-ступенчатой коробкой передач после предыдущего ремонта. Но вот так вот получилось, что клиент остался недоволен. Приехал к нам и настойчиво попросил, пожалуйста, покажите, дайте фотоотчет, прокомментируйте все, что увидите. Вот хорошо, плохо, похвалите, поругайте. Поэтому не для того, чтобы поругать какой-то конкретный сервис, не называем, естественно, никого конкретно. А для того, чтобы вам было понятно на этом примере, на что смотрит мастер, на что обращает внимание. Потому что многие из вас до сих пор уверены, что автоматическая коробка передач состоит из одних фрикционов и соленоидов. Масло, соленоиды, фрикционы, три самых главных слова в лексиконе любого пользователя автоматической коробки передач, а это не так. Ну, получился такой непростой, интересный фотоотчет с комментариями. Я этот фотоотчет просто сложил в виде вот такого вот слайд-шоу с моими комментариями, не стал их специально переписывать. Вот как рассказывал клиенту, так и вы сейчас увидите. Надеюсь, это поможет вам понять немножечко лучшее, из чего состоит коробка передач, на что смотрит мастер при ремонте. Что фрикционы это далеко не единственная деталь. Как мы критически оцениваем коробку передач, когда рассматриваем. Ну, а сейчас была возможность не просто посмотреть, а понимая, что кто-то на эту коробку уже смотрел. Поэтому была возможность посмотреть, кто что смотрел, кто что поменял. После предыдущего ремонта прошло вот столечко времени. Человек забрал машину, немножечко поездил, немножечко помучился, плюнул там и приехал сюда. И мы еще раз разобрали. Вот прям по горячим слезам. Поэтому такой получился некий детектив расследования, кто что делает. Нам было интересно посмотреть на коллег по цеху. Ну и для клиента вот пришлось, так сказать, разложить все по полочкам. Машина на подъемнике. Снимаем коробку. Ну, мастер первое, что обратил внимание. Задняя часть коробки крепится на такой перекладине. Траверса она называется. Вот такая ребристая на последней фотографии. Вот слева три болта, одного не хватает, сломан. И справа три болта, одного не хватает, сломан. Они заворачиваются в тело. Но обычно, если сервис ломает болты, понятное дело, что болт может закиснуть. Но тогда высверливается аккуратно, нарезается новая резьба. Там берутся с вас деньги за дополнительную работу, потому что сервис не виноват. Другой вопрос, что просто так оставлять неправильно. Кто где-нибудь на дороге оторвется, упадет коробка на пол. Такой небольшой привет из прошлого. При затяжке болтов затянули так, что потянулся болт. Это хорошо видно. Резьба растянулась. Конечно, часть болтов просто полопалась, осталась внутри. Ну, раз уж вы просили. Нет болта. Одного болта крепления коробки к мотору. Это в неудобном месте, в верхней части коробки. Чтобы его ставить, нужно исхитряться. Либо забить на это дело. Павел, коробку сняли. Но разбирать не сегодня. Вопрос еще вот какой. Значит, поддон. На фотографии. Поддоны бывают обычные, которые ставятся на BMW, а бывают более глубокие. В него влезает примерно 400 грамм больше масла. Этот поддон ставится на Chrysler, Jeep, Grand Cherokee. Он по присоединительным размерам такой же, все то же самое. Но он чуть более глубокий. Но он изготавливается в Соединенных Штатах. А обычные поддоны делаются в Германии. Поэтому этот поддон, он в два раза дороже. Вот реально в два раза дороже. То есть там 20 тысяч против 10 тысяч. Ставить его на BMW нет никакого идеологического смысла вообще. Ну, если только нет задачи продать вам поддон в два раза дороже. Вот мы такой поддон увидели на вашей коробке. Зачем его поставили дорогой, так сказать, на вашу машину, непонятно. Но это странно. Павел, добрый день. Дошла очередь до вашей коробки, до разборки. Из внешних моментов. Поддон стоит не оригинал. Потеряли несколько втулок. Там такие дистанционные втулки, чтобы не пережать поддон, так сказать. Неправильно поставлен фиксатор разъема. Вполне возможно, что разъем не до конца воткнут был. Непонятно. Это электрический разъем, который снаружи вставляется. И они болты все по***рали. Я извиняюсь, потеряли. Ну, потому что так не делается. Это даже видно. По цвету болтов, которые крепят гидроблок. Поставили какие-то другие болты подходящие. Так не делается, конечно. Ну, разбираем. Это так, по внешним. Обычно это, как говорится, внешним. В некотором смысле говорит о качестве и о подходе к работе. Ну, посмотрим, что внутри. С помощью мата и такой-то матери мастер мне комментирует все, что он видит. Я вам попробую более культурно все пересказать. Захотите отправить наши комментарии. Будем рады даже показать все это живьем. Хотите вам, хотите в вашем присутствии тому сервису, где делали. Значит, центральный вал. С одной стороны, присмотритесь, тефлоновые кольца, они черного цвета. Такие, темные. А с другой стороны, такого серого цвета. Вот серого цвета, это оригинальные тефлоны, которые просто не меняли. Черного цвета. Не оригинальные тефлоны, которые менялись, но они странного цвета. Явно не оригинал использовался. При ремонте коробки обычно по-нормальному используется прокладочный комплект, где есть все необходимые прокладки и тефлоны. Почти наверняка прокладочный комплект оригинальный не использовался, а просто поменяли несколько тефлонов, а на некоторых просто сэкономили и типа оставили как есть. Конец вала имеет зазубрины. Вообще непонятно, что им делали. Кто его бил, ну это просто капец какой-то. Вот просто зазубрины. И нам, скорее всего, придется вал просто менять, потому что так нельзя оставлять. Втулки. Разнокалиберные втулки, которые забивали то ли молотком, то ли шкурили шкуркой. Они все убитые, забитые. То ли их меняли, то ли не меняли. То ли меняли на непонятные. Непонятно. Вот там алюминиевая втулка, медная втулка с сильными забоинами и задирами. Непонятно, кто и как ее забивал то ли молотком, то ли чем, но не оправкой точно. Фрикционы. Некоторые пакеты меняли. Вот, например, первый пакет, где фрикционные накладочки такие буквами Т. Следующий пакет, где фрикционные накладки такими треугольничками, не мененые. Это видно. Облетают фрикционы, просто оставили как есть, точно не меняли. Отвечаю. Если вам продали фрикционный комплект с заменой, то это нахералово. По-другому не скажешь. Следующий фрикционный пакет, где накладочки такими ромбиками. Видно даже, что содран лак коричневый на самих зубьях. Точно не меняли, оставили как есть. Одна из ступиц работала. Там большой осевой люфт, видимо. И планетарный редуктор чиркал по ступице. Такого не может быть. Поршни. Первый, который у меня по порядку идет. Такой весь коричневый в лаке. Он мененый. Следующий фрикционный пакет. Разного цвета. Непонятный, явно не оригинал. Такое ощущение, что поменяли только один диск из всех. Видно, насколько они разного цвета. Следующая ступица. Вот эту ступицу меняли. Следующая ржавчина на алюминия. Такое ощущение, что попала вода уже после того, как делали. Либо непонятно откуда, потому что по всей коробке есть остатки воды и ржавчина. Но до этого еще дойдем. Но откуда вода в коробке, непонятно. Следующий. Это поршень обрезиненный. Он родной остался. Его просто не меняли. Оставили как есть. Все поршни меняются. Это расходники. Следующий фрикционный пакет. Сталь не менялась. Видно. И вообще непонятно, что это такое. Потому что стальные диски в ужасном состоянии должны были меняться. Следующая фотография. Стальные диски вместе с фрикционными дисками в сборе. Следующая ступица. Алюминиевые шлицы. Явно не меняли. Видны сильные задиры. Планетарный редуктор. Оси. Они запрессовываются. Но если планетарный редуктор не заменить, то постепенно эти оси просаживаются, начинают болтаться. Такого быть не должно. Планетарный редуктор в таком состоянии не нужно было заменить, а его оставили как есть. Еще одно видео по поводу состояния насоса. Пластинчатый насос. Внутри пластинки ходит по статору. Вот эта внутренняя поверхность овальная статора должна быть зеркальная. А она вся в таких в гармошку. Эта гармошка говорит о том, что, во-первых, это не менялось, а должно бы. Во-вторых, что есть сильный износ. В-третьих, когда пластинки ходят по этой гармошке, срезают вершины этих гармошек. И вся коробка наполняется продуктами износа. Такой насос надо было точно менять, а его никто не менял. На пружине ржавчина непонятно, откуда взялась ржавчина в вашей коробке. То ли это не родная пружина, то ли у вас вода в коробке, то ли теплообменник течет. Вообще непонятно, что делать. Следующая фотография. Вал застрял, потому что втулки слишком тугие, потому что их ставили хер знает как. И последнее нет, третье с конца. Корпус. Вот рядом стоит корпус, там такая синяя пипочка. Это сапун, закрывашка, чтобы явно не попадала вода. На вашей коробке такого сапуна нет. Видно просто дыра. Туда могла попадать влага, либо вода, если ездить по явно сильным лужам. Но без сапуна нельзя оставлять коробку. Значит, надо было купить, продать вам сапун. И вообще непонятно, это ваша коробка или нет, почему сапуна нет. Еще один планетарный редуктор железный, с ним вообще непонятно что. Вот на фотографии справа, на фотографии внутренняя шайба, она как бы удерживается там сателлитами. А на вашем планетарном редукторе поставили чужую шайбу, либо планетарка неродная. И шайба просто вываливается. Такого не бывает никогда. Не знаю, что это, от какой коробки это планетарка и что с ней делали. И почему шайба неродная? И почему она выпадает? Какая-то херня. Не знаю, из чего собрана коробка, но это какой-то трэш. Вот такой вот вам, я извиняюсь, комплексный обзор состояния вашей коробки после предыдущего ремонта. Ну что же, вот такой получился у меня небольшой фотоотчетик для клиента с комментариями. Как обычно, стараюсь повеселить вас, не знаю, получилось ли весело или грустно. Вот такие особенности национального ремонта. Сервис по ремонту коробок передач это сервис на доверие. Вы никак не сможете как клиент проверить, даже если будете стоять рядом, не сможете проверить, кому-то вам надо проверить, кому-то надо довериться. Ну а каждый сервис, каждый мастер вкладывает свою душу и свой опыт в ремонт. У каждого это получается, как мы видим, по-своему. Ну а мы продолжаем стараться для вас ремонтировать коробку передачи, между делом снимать разные интересные штуки про это. А это на этом все. с вами был Александр. Не прощаюсь надолго. Кто не подписан, вы знаете, что сделать. За всем это все. Всем счастливо, всем пока. Субтитры